Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Девочка сказала, что нет физического увлечения из-за плава внутри. А так гуляли, обнимались и целовались, были общие планы, хотели съездить отдохнуть, но все не увенчалось успехом. Как это все исправить и подогреть, есть ли такая возможность, если да, то какой план действий можете предложить? Я думаю на день рождения подарить украшение дорогое и просто уйти в небеседе, может напишет, может нет. Мне не жалко, просто будет приятно мне и надеюсь ей. Это конечно хороший поступок, безусловно, только я думаю что и вы, и девушка в общем-то поймете. Понимаете, что значит этот подарок такой, такая, точнее, попытка здесь девушку купить. конечно, есть вероятность того, что это воспримется по-другому, но в лучшем случае девушка просто примет ваш подарок и будет везде себя, так как она себя ввела, в лучшем случае, она ваш подарок не примет. Потому что это ее чему-то обязывает. Вот, понимаете, здесь такой момент, что если хотите что-то подарить, то дарите, 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 как мне кажется. Лучше что-то такое, что не даст другому почувствовать себя обязанным, то что вы описываете, к сожалению, свидетельствует именно об этом, именно о том, это свидетельствует, что девушка может почувствовать себя обязанной. и вот это, наверное, не очень хорошо, как мне кажется. Вот, дальше, что касается, теперь, что касается того, как это можно исправить. Я честно вам здесь могу сказать, что такого ответа, ответа, как все исправить, у нас нет, потому что мы не знаем вас, то есть мы не знаем, вот, в этом смысле, ну, особенности ваших личностей, особенностей вашей личности, особенностей личности девушки, и, соответственно, никакой план предлагать здесь, на мой взгляд, нельзя. потому что довольно легко можно, ну, скажем так, прощипаться. Вот. Очень легко здесь прощипаться, именно вот в силу того факта, что, скажем так, отсутствие учитываемости личности, предпочтений, желаний девушки, может привести только лишь к очень и очень серьезному негативу с ее стороны. Ну, и я полагаю, с вашей стороны тоже, потому что вы не получите того результата, который вам бы хотелось. Я думаю, я думаю, что в первую очередь сказать нужно вот это, как такой весьма важный момент. Следующее, да, девушка сказала о том, что нет большего лишения, нет, собственно говоря, запала, как она говорит, да? Здесь нужно, конечно, как-то ситуацию проанализировать, здесь нужно как-то ситуацию поисследовать, здесь нужно посмотреть, посмотреть, как складывались ваши отношения с девушкой. Скорее всего, будет обнаружено то, на что вы сами бы свое внимание не обратили бы. И вот на это и нужно как раз обратить внимание, то есть посмотреть как бы на те нюансы вашего взаимодействия, взаимодействия между вами и девушкой. Чтобы понять, что же там может быть не так, какие там могут быть трудности, какие там могут быть проблемы. И тогда уже смотреть, решать и выяснять. Сейчас пока это всё в большей степени выглядит как своего рода предположение. Мы только можем предполагать, что могло произойти, что могло случиться, что могло повлиять на решение девушки. И, конечно, в любом случае, наверняка мы этого не узнать до тех пор, пока не будет проведен конкретный анализ. Сейчас вы предлагаете нам, по сути, озвучить некий план для вас. Не зная вас, ну, как мне кажется, это путь заведомо ведущий в никуда. Если вы на самом деле хотите ситуацию исправить, если вы на самом деле хотите отношения с девушкой, так скажем, восстановить. Да, или вот подкорректировать, да, и так далее. Я бы, конечно, предложил бы в первую очередь более подробный анализ ситуации. Более подробную информацию, более полную, что называется, картинку. Вот. А не вот такое маленькое количество информации. На основе которой вы уже предлагаете нам составить для вас план. Ведь дело в том, что девушку вы сами знаете гораздо лучше, чем мы. И это логично, это нормально. И, соответственно, только вы знаете, что ей нужно, и только вы знаете, что ей может не понравиться. Вот. Поэтому мне кажется, что вы сейчас делаете слишком поспешные выводы. Это первое. И второе, вы, на мой взгляд, ну, так скажем, прячете, что ли, пытаетесь не показать обиду, пытаетесь не показать то, что вам обидно. Мне кажется, что испытывать негативные чувства здесь абсолютно нормально. Мне кажется, что если вы, вот, скажем так, признаете, что вам это неприятно, и признаете, что вам, например, больно, вот, то это, в общем-то, будет на данный момент, по моему мнению, просто-напросто честнее. Это будет честнее, чем то, что вы делаете сейчас. Пытаетесь перевести в подарок девушке свои негативные чувства. Негативные чувства от того, что у нее пропало к вам влечение. Чувство, повторюсь, нормально. На что бы я хотел, чтобы вы обратили внимание. Что, как мне кажется, очень важно здесь. Это то, какие отношения вы выстраиваете с девушкой. То есть, какого рода отношения с девушкой вы выстраиваете. Это отношения больше гендерные, то есть, где есть просто фигура женщины. Фигура мужчины, и они просто взаимодействуют друг с другом. Не особо при этом соприкасаясь с стороной личности, например. Или это более зрелые отношения, где людей связывают общие интересы, взгляды, увлечения, цели. Потому что, согласитесь, что поездка на отдых, которую вы описываете, это здорово. Но это все же просто развлечение. Это отдых. И поймите меня правильно. Поймите меня правильно. Это необходимое, нужное дело. Но если вас связывает только это, то это большая, конечно же, проблема. Поэтому давайте постараемся, скажем так, разобраться в том, какого все-таки рода ваше взаимодействие с девушкой. И если по какой-то причине так получается или так выходит здесь чисто на ваше взаимосмотрение, что отношения именно гендерные, но не личностные, то, конечно же, это желательно скорректировать. Может быть, так вышло, что девочке просто стало несколько скучно. По общему правилу, если можно, я скажу вот такую вещь. По общему правилу. Влечение наступает тогда, когда человек либо привлекает к себе, ну просто нравится, допустим, нравится внешне, попадает, что называется, в образ. Либо, когда человек чувствует себя в безопасности. То есть интимное влечение появляется, когда человек чувствует себя защищенным. Дело здесь скорее в том, умеет ли и может ли девушка вообще чувствовать себя защищенным. Может быть, что и нет. Может быть, такое состояние ей сейчас недоступно. И с этим вы ничего не можете поделать, как бы ни пытались. И соответственно, с точки зрения качества отношений, вызывает некоторый вопрос, то, что вы хотите вернуть. Именно её влечение. Как будто бы это является для вас самым важным. Безусловно, это может быть для вас самым важным, но я хочу просто, чтобы вы немножечко подумали, а какой же тогда тип отношений вы выстраиваете. То есть, если вот это для вас важно, если важно и важно, важно и на здоровье. Но если для вас это важно, то какой тип отношений тогда вы выстраиваете. Вот на это я бы хотел, чтобы вы обратили бы своё внимание. Тут тот ли это тип отношений, которые вы хотите? Если да, всё в порядке, выстраивайте на здоровье, никаких проблем с этим нет. Но если вдруг тип отношений вы хотите другой, то необходимо менять свою поведенческую модель в том числе. В противном случае будут проблемы. Вообще, девочка вам, насколько я, если я правильно понял, вам девочка не сказала прямо о том, что вам нужно расставаться. Она сказала просто, что влечение у неё исчезло. То есть, иными словами, про расставание заговорили вы. Ну, вообще-то влечение может падать, и я не вижу в этом чего-то такого критичного. Все мы люди, живые люди, и наши желания могут, в общем и целом, как мне кажется, меняться, и это, в принципе, нормально. Повторюсь, здесь вот одной из центральных моих мыслей является важность именно для вас этого самого влечения у девушки. И соответствия того, какие вы отношения строите, с тем, каких отношений по факту вы хотите. Вещи это разные, между этими вещами могут и должна проводиться дифференциация, вот. А вам нужно заметить и как-то отнестись к этому факту. Ну, вот поэтому дело здесь не в плане. Дело здесь совершенно не в плане. Дело здесь в вашей искренности и в том, какого рода, отношения вы выстраиваете с человеком. Вот, пожалуй, такой ответ я мог бы вам сейчас дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что он дал вам почву для размышлений. Мне бы очень этого хотелось. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Это позволит вам лучше понимать себя. Я желаю вам удачи, всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, вам она, вне всякого сомнения, пригодится. Удачи! 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 Удачи!